Здравствуйте, туристы и милитаристы! Нож Карачун от Волчьего века предоставлен Волчьим же веком. Сталь стоит на клинке Неолокс Волф Эйч с закалкой от Алана Георгиевича Баликоева. И 225 мм общая длина ножа, длина клинка 120 мм, ширина клинка 34 мм, толщина по обуху 4 мм. Сталь, как я уже сказал, здесь Неолокс 60, одна единица по шкале Роквелла, рукоять Микарта. Микарта до состояния камня спрессованной, то есть бывает Микарта такая, знаете, немножко рыхловатая такая, специально, чтобы была такая текстурка именно. Здесь нет, здесь реально она упакована, просто вот такое ощущение, что действительно камень стоит на рукояти. Цена этого ножа на сайте wolfh.ru 10 тысяч рублей. Ножны Кайдекс. Давайте поспорим. Почему? Потому что я знаю, какая сейчас будет реакция, я уже видел эту реакцию на кухонном тесте этого ножа. И 5-е, и 10-е, и ужас нах, и прочее, прочее. Начну я с чего? С того, что я обалдею от волчьего века в принципе, потому что они делают очень качественно. Во-вторых, у них невероятные, потрясающие, охренительные решения для классических форм. Вот вам, пожалуйста, Mark I только что был нож, который буквально режет воздух. Это просто, это просто какой-то восторг, ну, на грани неприличия восторг. И также у них есть совершенно спокойные формы клинков, побольше, поменьше, то есть куча. Про травление от волчьего века я вам уже говорил. Там, ну, просто в музей нужно сразу все ножи тащить. И при этом у них есть не одна, не две модели, а достаточно много действительно спорных, действительно, можно сказать, экспериментально. Кстати говоря, Карачун заявлен на сайте волчьего века как ограниченная серия. То есть, я так понимаю, что все это, несмотря на то, что это как бы серийка, но все это все еще в поиске. Все еще это все рассматривается. И те же самые Кондраты, какие-то их там, ну, бывают просто реально монстроидные ножи. Но фишка в том, что они очень красивые, они очень прекрасные. И этот нож, лично мне, как я уже говорил на кухонном тесте, он мне очень обалденно нравится внешне. Я не знаю, особо даже я не могу объяснить почему. Это действительно вот просто что-то с чем-то. И хочу сразу сказать две вещи. Во-первых, этот нож, он в моем рейтинге опасности для оператора ножа на третьем месте. После Кондрата, опять же, от волчьего века. И после кинжала складного экстрема рацио контрактор. То есть, у этого ножа, вот он в рейтинге в моем на третьем месте, по возможности просто отхреначить владельцу пальца. То есть, всегда нужно быть осторожным. Всегда нужно понимать, что у вас за предмет в руках. И сразу скажу, вот тут Александр Соловьев замечательно припомнил мне мои первые обзоры. Ну, буквально там первая десятка обзоров, наверняка. Ножи сейчас Клык и Росомаха от Златоуста Ир, которые я в хвост и в гриву раскритиковал на то, что там имеет место быть фальшлезвие, которое совершенно бесполезное. В том плане, что ножом именно походным гораздо проще надавить рукой на обух и как-то продавить, протащить нож. Ну, то есть, побатонить и прочее, прочее. И он мне говорит, а что ж ты там говорил, если здесь вот это вот все тебя не возмущает. Саш, весь прикол в том, что это совершенно не того формата нож. То есть, можно сколько угодно здесь изображать из себя, я не знаю, там, восьмиклассниц, краснеть и хихикать в сторонке. Но факт в том, что нож этот самооборонщик в чистом виде. Это, если уж совсем называть своими именами вещи. Причем при том, что сейчас, во-первых, компания Волчевек в претензии будет за то, что я сейчас скажу. А во-вторых, зрители будут. Но вот, если у ножа явно душегубская направленность, то тут нефиг даже скрывать. Не надо никаких реверансов делать. Почему? Потому что, по факту, это в чистом виде самооборонщик с некими ха-ха-ха функциями кухонника. Или кухонник с ярко выраженными самооборонными, какими-то именно нападательно-оборонительными функциями. То есть, этот функционал, он совершенно другой, чем у тех ножей лесных, которые я критиковал за присутствие фальш-лесвия. С этим ножом, безусловно, можно ходить в лес. Но если есть желание, почему бы и нет. Он по продуктам замечательно работает, все в порядке, все нормально. По факту, это нож для подворотин. И вот мы сейчас, сразу с этого момента, я вам скажу, давайте мы не будем рассуждать на тему того, там, самооборона с ножом. Насколько это глупо или насколько это умно. На тему того, а кому он нужен и прочее, прочее. То есть, здесь не... Ну, я лично не рассуждаю на тему того, кому нужен этот нож. Я рассуждаю на тему того, что если есть такой вот форм-фактор конкретно, ну, реально, нож... Сейчас я... Вот мне нужно сделать паузу для того, чтобы сказать следующую фразу. Как там замечательные диванные спецназовцы говорят. Для работы по биоцелям. Видите, я в кавычки взял. То есть, это, я сказал, конечно же, с иронией. Но именно факт в том, что, ну, мне не нравится выражение самообороны с ножом. Мне не нравится выражение, там, ножевой бой. Еще больше не нравится. Но суть в том, что это именно то самое. Тот самый форм-фактор. То есть, кому надо, тот по-любому этот нож возьмет себе и купит. Поэтому вопрос именно задавать, кому надо, вот я вам сказал. И есть еще одна категория явная покупателей этого ножа. Это просто те, кому нравятся необычные формы. И при этом он действительно очень прикольно режет, ну, работает по продуктам. Что есть, то есть. Поэтому, ну, как вы уже видели, это действительно некий такой вот душегубский, по-другому не скажешь, маниакальный кухонник. В ножнах нож не гремит. Единственное, что я сейчас не доворачивал отверткой быстренько руками. Отдельно шла у нас вот эта вот петелька. Я ее сейчас прикрутил буквально руками. Ее можно выставить немножко поровнее. Нет почему-то отверстия для проветривания, для слива жидкости. Это для меня странно. Скорее всего, просто в запарке не сделали. Но, опять же, там, зыкнул один раз этой дрелькой. И все нормально. Ну, то есть, оно должно быть. Оно всегда есть. Здесь конкретно, вот на этом экземпляре, его почему-то нет. Ну, как бы, так получилось. Тот самый замечательный подвес, который я очень сильно похвалил в ноже Mark I. То есть, у нас идет вот таким вот образом ремень здесь. Причем, еще раз обращаю ваше внимание на то, что для того, чтобы поставить ножны на ремень, не нужно снимать ремень. Они ставятся просто, и вот оно есть. Широкий ремень, он немножко соберет в гармошку. Узкий ремень, ну, здесь, может быть, будет излишняя, скажем, ширина самой вот этой вот петли. То есть, он немножко, может быть, будет на ремне ходить. То есть, это такой момент, что индивидуально. В любом случае, человек, который купит этот нож, он подберет нормальный ремень под конкретно именно вот эту петлю. И у нас достается нож именно движением, вот он на левом боку. И правой рукой он выхватывается и идет вниз. И сразу скажу, что, на мой взгляд, у совершенно безобидного ножа под названием Mark I, эта идея, эти ножны реализованы лучше. Почему? Сейчас объясню. Потому что нож, видите, очень плотно защелкивается. Здесь у нас идет такой упор специально загнут для того, чтобы упираться большим пальцем при извлечении. Но вот Mark, он, конечно же, поменьше. Но там идет вот таким вот образом вырез в кайдексе, что ты берешь полностью ладонью, выдираешь буквально вот так, и у тебя нож в руках. Здесь, как бы, оно тоже присутствует, но все равно у меня получается, что если я вот именно паническое извлечение, правильно, быстрое такое, ну, совершенно внезапное мне нужно сделать, у меня, во-первых, тогда именно вот молоточным хватом, чтобы наиболее уверенным, наиболее мощным хватом схватить нож. И там, опять же, не будем развивать дальше тему на тему там, не будем развивать разговор на тему там каких-то уколов, порезов и прочее. Так, это все фактом, что здесь менее глубокий вырез, чем на Mark I, и у меня здесь большой палец сталкивается вот с этого. То есть, да, он выдирается вот так вот, вырывается, но, и это было бы здорово. Но есть с чем сравнивать. Если сравнивать с ножом Mark I, то там гораздо удачнее именно вот эта вот система мгновенного извлечения ножа из ножен, то есть, когда не надо перебирать руку, система, которой так много посвятил своего времени Вадим Кондратьев. Вадим Вадимович, в общем, вот так. Но, в целом, очень прикольно, какие угодно подвесы, хотите, можно поставить нож на Теклок, без проблем. Ну, ладно, рукоять. Рукоять у нас идет с таким расширением вот сюда вот к концу, два отверстия, то есть, на самом деле, здесь для двух, скажем так, этих темляков, ну, это я, конечно, шучу, просто именно оформлено таким вот образом, трубочки очень аккуратные, не чувствуются. Вот это вот, скажем, я не знаю даже, как это правильно, продольное, не продольное. В общем, если вид сверху, вот эти выемки, они очень прикольно находят пальцы сразу вот эти выемки. Или вот таким вот образом, и даже вот у меня, если в первую не совсем попадает рука, все равно пальцы раз-раз-раз пожмакали немножко рукоять, и рукоять встала намертво. Молоточный хват здесь просто здоровский. Диагональный, по сути, нож именно под него и заточен, то же самое. Пальцы легко находят вот эти выемки, то есть, он очень удобный, обратный, просто сверхкомфортный. Что я хочу сейчас сказать? Я хочу сейчас сказать, что, на мой взгляд, вот с этим переходом, вот здесь вот под пальцевую выемку у нас, да, и дальше она переходит в чойл. Ребята немножко переборщили. Как говорится, без обид, надеюсь, меня сейчас будет понятно, что я имею в виду. Вот смотрите, здесь, если я беру вот таким вот образом, у меня палец, да, он с одной стороны, скажем, защищен вот этим упором, и он упирается довольно плотно, но упор короткий. То есть, если у меня при каком-то именно мощнейшем, на пронос, ударе, где-то нож где-то, где-то в чем-то заклинит, то у меня палец будет выходить из этого упора, предположим, у меня руки скользкие, предположим, они у меня в жире, в крови, в кишках, в чем угодно. Я сейчас уже даже, видите, остапа понесло, я даже уже не делаю ремарок на тему там полезности или не полезности данных, ну, рассуждений. Рыбу я чищу, огромную рыбу, очень жирную и очень такую именно кишкастую. То у меня на выходе палец цепляется вот за эту штуку. Чоэл сам по себе такой, под углом сделанный. Также вот мой колбасообразный, сарделькообразный палец, он сюда помещается, то есть можно сделать какую-то аккуратную работу. Перемудрили. На мой взгляд, перемудрили. Почему? Потому что здесь нужно ставить, вот лично мое мнение, делать дольку и ставить мощнейший, именно рукоять должна выходить вниз, на мощнейший, мощнейший, совершенно холодный упор. То есть, чтобы вот я взял нож, и у меня сама рукоять вот сюда вот продолжилась таким образом, здесь вот так срезать, и продолжить именно вот сюда, в эту сторону микарту, чтобы, во-первых, вот это место было толстое, чтобы оно было совершенно безболезненное при каком-то ударе. А во-вторых, ребят, самое главное, у вас нож по-любому будет хозбетом. По углу схождения, здесь можно хоть на 3 сантиметра вниз опустить гарду, и ничего страшного, все равно выдадут сертификат. Почему? Потому что здесь именно схождение кромок таким образом идет, что так или иначе. Ну, это опять же, мое личное мнение, как вы видите, именно за счет вот этого вот вниз выхода клинка, выхода вниз режущей кромки у нас, мало того, что нож приобретает свою кухонную такую вот, ну, не то чтобы направленность, но кухонные возможности расширяются многократно. И, во-вторых, это, в принципе, усиливает рез. Ну, и давайте перейдем к клинку, если вы не против. Во-первых, вот этот вот верхний зубок, сразу скажу, это ни хрена никакой не стропорез. То есть его, в принципе, теоретически можно использовать как стропорез, но это не близко и не далеко, там, не для одежды, ничего. Это именно, если вы наносите какой-то удар, укол, то есть вот у вас одна режущая кромочка, вот у вас вторая, которая обеспечивает, сейчас я опять займу позу дивана спецназовца, фронтальный рез. Я попросил бы. Плюс у нас сверху вот такая вот кромочка идет. И где-то вот движение пошло, и на выходе вот этот вот зубок, он превращает просто все в полный дец. По-другому и не скажешь. Как я уже сказал, этот нож, он при неумелом обращении, я сразу представил какого-нибудь пьяного такого пионера, который решил там этим ножом поиграться, поизгаляться над ним, просто отхреначил себе действительно пальцы. То есть при неумелом обращении, при неосторожном обращении, этот нож довольно действительно небезопасен для своего владельца. В первую очередь не за счет вот этого выхода. Нет. Сама по себе верхняя кромка таит в себе очень-очень много, скажем, таких нюансов. Даже протирать такие ножи нужно очень осторожно. Это, поверьте, я это на примере Кондрата знаю. Поэтому, если вы решили взять этот нож не просто на полку, потому что он красивый, а именно с точки зрения некой теоретической возможности там обороняться, самообороняться или нападать, кто знает, может быть, злодеи тоже этот нож будут покупать. Я сейчас рассказываю чисто теоретически. То, безусловно, требуются часы тренировки для того, чтобы полностью чувствовать свой нож, для того, чтобы совершенно правильно им, скажем, манипулировать. То есть, в этом плане я повторю то, что я говорил на обзоре ножа Кондрат. Мало купить Кондрат. Мало купить красивый Кондрат у волчьего века, там, из стали-не стали, рукоять-не рукоять, пятое-десятое. Нужно очень много времени потратить на то, чтобы правильно, безопасно выхватывать его из ножен, чтобы не поранить себя, не поранить окружающих. И нужно действительно тренироваться. Здесь та же самая фигня. Абсолютно. То есть, не просто так купил, поставил на пояс и носишь, и потом, тогда не удивляйся, что у тебя хлюп, и часть просто филея просто отвалилась и куда-то в ботинок улетела. Надписи красивые. Стоунвош красивый. Волк летящий на добычу красивый. Все просто замечательно. Такая очень технологичный, красивый шрифт. На самом деле, шрифт очень здоровский. Карачун, вообще-то, это такой, знаете, злой Дед Мороз. Это дух, божество славянской мифологии, божество холода, мороза. Но если вот Дед Мороз у нас такой, с позитивным, со знаком плюс, скажем, именно такой вот дедок, то Карачун, это как бы не совсем дедок и не совсем со знаком плюс. В общем, некий такой холодный персонаж. Хорошая универсальная рукоять, заточка односторонняя, что, в принципе, тоже, опять же, типично для душегубских ножей, для самооборонных, оборонных, боевых, как угодно назовите. И мне очень нравится, как здесь сделано, конечно, красиво, выход Стоунвоша. И вот так вот слегка полирнули по краям, именно зубчиком таким. Невероятно красиво выглядит. Нож, возможно, кому-то покажется уродцем, кому-то покажется там нелепым и прочее, прочее. Я повторю, мне он нравится просто внешне. Мне даже пофигу, насколько там опасен он или безопасен. Мне даже пофигу, по большому счёту, насколько он логичен там или хозяйственно бытов. Потому что, если вам нужен хозяйственно бытовой нож, который режет всё, что угодно, и замечательно при этом самооборонщицки выхватывается из ножен, и при этом там он и ловкий, и удобный, и пятый, и десятый. Вот он, только что был Марк 1, только что был на обзоре. Пожалуйста, классика, всё красиво, всё режется. Здесь это уже, понимаете, для тех, кому подавай некие игры разума. Что от себя скажу? Ну вот, ладно, хорошо. Ну не сказал я, так уж и быть скажу, что здесь у нас спуски, с одной стороны спуск идёт от, ну, низкий, где-то на чуть больше, чем на треть, чуть меньше, чем на половину. Такой вот долг красивый напили. На самом деле, ребята рисовали, время тратили не зря. Красиво получилось. Так вот, ну вот, вспомнил про спуски, и самое главное, что-то хотел важное сказать, и из головы уже вылетело. В общем и целом, а, вспомнил, помимо вот этого места, которое лично, на мой взгляд, нужно было делать абсолютно холодным, с мощнейшим упором, рассчитанным именно на удар, и не делать вот здесь вот этих реверансов, там, с выпилами, со всеми делами. Хотя, опять же, это автор так видит. Я скажу честно, на мой взгляд, этому бы ножу, вот по моим, вот так вот, чтобы именно вот так вот взглянуть и придраться, если придираться, я бы его сделал на сантиметр короче. Даже не знаю, почему. Вот спросите, толком не могу понять. Именно с учётом его философии, скажем, резательный и по-живому, наверное, клиночек, здесь такой вот, знаете, вот именно тоже, своеобразный такой вот реверанс, своеобразное такое вот стыдливое желание всё-таки придать ему некую хозяйственно-бытовую, хозяйственно-бытовой окрас, потому что вот на сантиметр короче, и он совсем реально такой уже прям ух, здесь, наверное, просто 120 миллиметров слишком долго выходят из ножен при паническом извлечении. Стоит ли он своих денег за дизайн? Да я уверен, что найдётся куча народу, которая скажет, да, безусловно, нравится, как вот это всё выглядит, необычно, тут спуски-не спуски, скосы-не скосы, зубья, пятое-десятое, безусловно, по качеству вообще не докопаешься, ну, волчий век есть волчий век, здесь вообще, сталь, сами понимаете, от Балекоева, 60 на единица на Неолоксе, даже нефиг говорить, не о чем рассуждать. Поэтому, любители, классики, как говорит Александр наш Соловьёв, все бодро идём мимо, но, я уверен, что это не будет просто, вот, скажем, какой-то, именно, не, не реализованный проект. Проект 100% реализуется, и, наверняка, любители жанра оценят по достоинству этот дизайн. Всё, спасибо за просмотр, всего доброго, классный, реально, Карачун получился. Продолжение следует...